Как-то мне рассказали, я сам не видел, что продаются такие, как вот, ну, аквариумы, да, рыбки там плавают, водоросли есть, все, да, ну, за ними нужно ухаживать, там, вовремя, там, все делать, а есть такие, как бы, аквариумы, как закрытая экосистема, вот, аквариум круглый, он полностью запаянный. В нем вода, водоросли, рыбка плавает, их кормить не надо. Живая рыбка, живые водоросли, все закрыто. Водоросли растут, солнце на них светит, водоросли выделяют кислород, рыбка там плавает, что-то там, кушает какие-то там от водорослей, что-то отщипливает, кислородом дышит. Рыбка тоже там удобряет, как говорится, это все водорослям дает, рыба выделяет углекислый газ, растение это поглощает углекислый газ, понимаете, вот такая закрытая система внутри себя, и все достаточно. Конечно, это долго не может существовать, но на какой-то период времени, там чуть ли не даже несколько месяцев, и вот так оно существует. Одно дает другому, это дает этому, и вот так оно все взаимосвязано, и все оно существует, братья и сестры. Так, интересно, конечно, вот это такая вот закрытая экосистема. Конечно, Бог устроил, земля, она вся так функционирует, это Богом все сделано. Ну вот я хочу прочитать, братья и сестры, за одну семью, сегодня мы молимся о детях, молодежи, о семье, это вот за одну семью, в которой тоже удивительным образом было все устроено. И что, от чего зависело, давайте разберемся. Я прочитаю книгу Иова, первая глава. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. И менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов, пятьсот пар ослиц. И весьма много прислуги. И был человек этот знаменитие всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день. И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И вот теперь, братья и сестры, у меня будет к вам вопрос. У Иова Иов был такой богобоязненный. И поэтому он молился за своих сыновей, так серьезно к этому подходил. Вставал рано утром, всесожжение приносил. Понимаете, жертву приносил по числу каждого их. То есть, десять всесожжений. Это же не просто так. И вот он приносил. Он был богобоязнен, поэтому он молился. Или он молился, и поэтому он такой успешный был. А что от чего зависит? Братья и сестры, я думаю, что эти вещи взаимосвязаны. Поскольку он был богобоязненным, поэтому он и молился. А потому что он молился, поэтому он был и богобоязнен, и успешный, и все остальное. Это все взаимосвязано. Поэтому, братья и сестры, для нас с вами теперь следующий вопрос. Ну, может ли, может ли кто-нибудь из нас, вот, сейчас встать и сказать, вот я, по своей богобоязненности, по духовности, ну, примерно наравне с Иовом? Кто-нибудь может так сказать? Ну, я бы не сказал за себя. Что вот я наравне с Иовом, как вот он примерно духовный уровень. Ну, примерно я тоже так. За себя я так не могу сказать. И вот теперь встает вопрос. Если Иов, такой богобоязненный, духовный человек, и он нуждался в том, чтобы молиться за свою семью, и не просто молиться, а прям вот так усиленно и поэтапно, и за каждого отдельно, и всесожжение приносить, и приносить не по факту совершенного преступления. Иов, ты знаешь, что твои дети натворили? Их полиция сегодня забрала. А тот вообще там напился, под забором валяется. Надо молиться за моих сыновей, надо молиться. Что-то не то происходит. Не так. Они ничего такого не делали. А какая была причина за них молиться? «Может быть», то есть он не знает, есть это или нет, но «может быть», они согрешили и обворовали квартиру, да? Нет. Похулили Бога не на площади, а в сердце своем. Вы понимаете? В сердце, вдруг они в сердце что-то там не почтили Бога. В сердце. Вслух не сказали. Никто не знает в сердце. Вдруг они такую мысль допустили? Надо за них помолиться. Надо за них всесожжение принести. Вдруг это так было. Вдруг. Вот такой подход был у богобоязненного человека Иова. Он, будучи богобоязненным, находил причину, почему молиться за своих сыновей. Он находил эту причину. И он за них молился и к молитве подходил весьма серьезно. И результатом тоже мы видим и благословение, и все остальное. Братья и сестры, ну если мы с вами, ну как бы по нашему духовному уровню, ну не можем сравниться с Иовом, ну я за себя сказал, что не могу, может кто-то может, не знаю. Но мы не можем, допустим, да? То у нас нужды молиться за наших детей, за наши семьи, друг за друга больше, чем у Иова или меньше? Нужды. Мы больше нуждаемся в молитве или меньше, чем Иов? Братья и сестры, я думаю, что мы нуждаемся больше. Но духовность – это такая вещь, которая открывает глаза. Понимаете? И чем более духовный человек, тем больше у него глаза открываются. И он начинает видеть, что я несовершен. Что у меня, может, такие проблемы есть и другие есть. И чем менее духовный человек, тем он меньше это видит. Меньше видит это. Ну, например, пришли израильтяне, Моисей пришел к фараону и говорит, так говорит Господь, отпусти народ мой Израиля, совершить жертвоприношение. А что сказал ему фараон? А кто такой Господь? Чтобы я послушался его. Нет, я-то фараон. Я предводитель великой империи, у меня войска, я тут царствую. А Господь кто такой вообще? Вы понимаете, насколько у него глаза закрыты? Он вообще не понимает, кто такой Господь? Почему я должен послушаться его вообще? Кто он такой? Все меня должны слушаться. А я еще его должен слушаться. Вы понимаете, насколько глаза закрыты? Он не видит, ничего не видит абсолютно. И чем больше человек имеет духовности, тем больше он видит нужду в Боге и в том, чтобы его слушаться. Ну, давайте посмотрим на другого человека. Яков бежит из дома отца, потому что вот нечестным путем первородство приобрел. И теперь убегает он, и по дороге он идет, и увидел, устал, лег и заснул, и ночью видит сон. Лестница до небес, ангелы восходят и нисходят, все. И он проснулся, и что с ним произошло? Он говорит, как страшно место это, ибо Господь на этом месте, а я не знал. Скажите, Яков духовный человек был или вообще не духовный человек был? Ну, например, в сравнению с фараоном. Конечно, духовным человеком он был. Он знал, что есть живой Бог. Он все это понимал. Да, конечно, плотские какие-то у него были. Вот он там где-то по-плоцки что-то как-то там немножко пытался делать. Потом за все это пришлось расплачиваться, все это на своем месте. Но он-то знал живого Бога. И он узнал живого Бога не здесь, когда заснул, раньше он знал. Но в эту ночь он получил откровение, и о Боге узнал еще больше, чем узнал раньше. И он говорит, как страшно это место. Здесь сам Господь, и я этого не знал. Он убоялся, он начал Бога больше бояться. Братья и сестры, чем больше духовный человек, духовности в человеке, тем больше он Бога начинает бояться. И чем меньше у человека духовности, тем меньше он Бога боится. И когда человек Бога не знает вообще, он Бога вообще не боится. Не боится. Вот такая есть взаимосвязь. И вот теперь, братья и сестры, мы посмотрите по этой шкале, какая богобоязненность у Иова. Посмотрите, какая высокая духовность, и какая богобоязненность. В один день лишился все, что у него есть, все его богатства, и в конце концов семья, дети, все умерли, и все. Какая реакция? Да будет имя Господне благословенно. Бог дал, Бог и взял. Все. Посмотрите, он ничего неразумного о Боге не сказал. Вы знаете, братья и сестры, сегодня есть люди, у которых если курицу украдут, они будут Бога винить. Почему Бог допустил, что вот я столько вложил, столько комбинкорма в нее потратил, теперь вот у меня птичьим гриппом заболела моя курица, и куда Бог смотрит? Ну, может, я утрирую, конечно. На каком уровне духовность и богобоязненность у этого человека? Понимаете? На нулевом. Он, понимаете, его малейшая потеря, он уже из себя выходит, психует, нервничает, все виноваты и даже Бог виноват. Понимаете? Братья и сестры, чем более духовный человек, тем более он богобоязненный. Это напрямую связанные вещи. Напрямую связанные. И чем менее человек духовный, тем менее он богобоязненный. Не видит. Фараон. Кто такой Господь? Вообще не боится Бога. Он не знал, кто такой Господь. Он Бога живого не знал. Он не соприкоснулся с Ним еще, он еще не понял, кто такой Господь. И человек, который Господа знал, который боялся Бога, был очень духовным, этот человек Бога боится. Для него Слово Божие все. И если бы Иову сказали, так говорит Господь, сделай то-то и то-то, у Иовы возникли бы вопросы, зачем это делать, не надо, что такое, я сам знаю. Нет. У Иова совершенно другая реакция. Мы видим Авраам. Встань и иди в землю от родства твоего, от дома отца твоего, иди в землю, в которую я укажу тебе. Братья и сестры, ну вот, если бы сейчас любому из нас сказали, вот Господь говорит, встань и переселись. Куда? Куда Бог потом тебе укажет? Еще даже непонятно куда. Сколько вопросов бы у нас было? У нас бы было море вопросов. И даже тогда, когда бы мы убедились, что действительно это говорит Бог, первый вопрос, действительно ли Бог говорит? Это серьезный вопрос. И даже тогда, когда мы убедились бы, что да, это говорит Бог, у нас бы возникло еще тысячу вопросов. А как? А куда? А как я с детьми? Дети уже здесь учатся, там еще что-то, там всякие вопросы бытовые. А там церковь есть? А куда мы будем ходить? А как мы там будем? Что мы там будем? А работать? Тысячу вопросов было бы у нас, братья Иисуса. Тысячу вопросов. Но Авраам был человеком духовным. И поэтому для него было достаточно только одного аргумента, что это сказал Бог. И еще было даже непонятно, куда идти. Это даже непонятно было. В землю, которую я укажу тебе. Ты туда иди, братья и сестры. Встань из земли нажитой. Родство, дом отца, там родство. Все оставь и иди куда-то, кто знает куда. Братья и сестры. Это просто удивительно. Поэтому для нас с вами, братья и сестры, очень большим примером является, в данном случае мы прочитали, за Иова. Этот человек был богобоязненным. И поэтому он видел большую нужду, чтобы молиться о своих детях. Он видел большую нужду. И он очень серьезно к этому подходил. Очень серьезно. Он молился, он совершал молитвы за каждого из них. Он не делал так, привел быка, принес там жертву всесожжения. Все, Господи, за всех моих десятерых детей. Нет. Сегодня за этого. Завтра за этого. Послезавтра за этого. За каждого в отдельности. Почему? Потому что этот человек был весьма духовным. Отсюда открытые глаза и большое понимание этой нужды. Вы знаете, братья и сестры, вот мы иногда с вами можем не видеть опасности. Не видеть опасности. И говорить, что не может быть, чтобы мой сын такое сделал. Или сказал там. Не может такого быть. Не может. И даже если увидят на видеокамеру, что его засняли, что он это делает. То, скорее всего, это неисправная камера, чем мой сын это сделает. Понимаете? Но Иов, он так не говорил. Он говорил, может быть. Он не говорил, что не может быть. Духовный человек понимает, что все может быть. Но, чтобы этого не было, надо не упираться и спорить, а молиться Богу. Вот, что делает человек. Духовный. Поэтому и для нас с вами это большой пример, братья и сестры. Для того, чтобы наши семьи были благословены Богу, Богом, о них нужно молиться. И мы в этом нуждаемся. И если уже человек такой, как Иов, нуждался в том, чтобы так усиленно, предметно и поименно молиться за каждого своего сына, то тем более уже мы с вами в этом нуждаемся в десятки раз больше. Но иногда, братья и сестры, наш слабый духовный уровень призакрывает нам на эту нужду глаза. И мы эту нужду не видим. Она есть. Но мы ее можем не видеть. И вот поэтому, братья и сестры, и сегодня наша тема, чтобы помолиться Богу о детях, о молодежи, о неспасенных родственниках, о наших семьях с вами. Помолиться Богу и попросить у Него благословения. И давайте мы с вами это сделаем. И сейчас помолимся Богу об этих нуждах. Аминь. Аминь. Продолжение следует...